Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это итоговый еженедельный выпуск, в котором наши авторы постараются рассказать о наиболее интересных и запомнившихся событиях, произошедших в Рязани. Как обычно, значимых для жизни горожан событий произошло немало. Вот краткий анонс итогового информационного выпуска новостей. Въезд запрещен. Сотням тысяч кастарбайтеров за нарушение режима временного пребывания вскоре будет грозить депортация и запрет въезжать на территорию России. Скользкий гололед. Погодные изменения застали врасплох рязанских коммунальщиков. Что за форма? В интернете обсуждают якобы новую униформу для руководящих работников Почты России. Ну а теперь обо всем подробнее. Нынешний 2015 год многие горожане встречаются с тревогами. По крайней мере, безоблачным он точно не получится. Продолжение действий западных санкций, неустойчивая экономическая обстановка. Все эти факторы, возможно, уже вскоре отразятся на положении и простых людей. Однако горожане, несмотря на жизненные трудности, по-прежнему смотрят с оптимизмом в будущее. Пообщался на улицах с рязанцами Михаил Шибанков. Пока еще чувствуется праздничное послевкусие, но уже пора настраиваться на рабочий лад. В этом году предстоит много значимых социально-экономических изменений. Пенсионный фонд России провел перерасчет пенсий нынешних пенсионеров. С 1 января 2015 года вступила в силу новая пенсионная формула. Россияне с большим трудовым стажем свыше 40 лет могут рассчитывать на прибавку в среднем от 500 до 700 рублей. Пенсии обещают проиндексировать в феврале этого года. Что касается материнского капитала, то он с 1 января увеличился и составил 453 026 рублей, что на 23 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Потратить эту сумму можно на улучшение жилищных условий семьи, обучение детей, а также направить на увеличение пенсии мамы. А в связи с санкциями продолжается активное импортозамещение. В первой половине года, как считают экономические эксперты, финансовую систему России продолжат немного шатать. Но середина года, по их прогнозам, ситуация, возможно, стабилизируется. Мы спросили у горожан, чего они ждут от наступившего нового 2015 года. Хотя бы цены хоть чуть-чуть бы сбавили. Пенсионерам очень тяжело, конечно. А так что еще ждать? Ну, чтобы работа была, чтобы можно было устроиться. Стабилизация обстановки, как на Украине, так и на нашей стране. Что становится инфляция, и все будет хорошо. Хороших успехов, здоровье самое главное. Самое главное – здоровье. Счастье и экзаменов, чтобы хорошо сдать. Чтобы была работа у всех молодых достойная. И плюс еще пенсионерам прибавили немножко пенсии. А гастарбайтеров из ближнего зарубежья скоро будут ждать серьезные испытания. С начала года в России вступили в силу изменения в миграционные законы. Теперь, чтобы получить разрешение на работу, трудовые мигранты в обязательном порядке будут сдавать экзамены по русскому языку и истории России. Согласно статистике, Федеральной миграционной службы сейчас, в начале 2015 года, отмечается уменьшение почти на 70% миграционного потока в Россию. При этом, по данным ФМС, меньше мигрантов едут в Россию из Средней Азии, но больше из Молдавии и Украины. В четверг в здании Рязанского управления Федеральной миграционной службы состоялось совещание Общественного совета. Изменений в миграционное законодательство довольно много. На расширенном заседании Общественного консультативного совета по региональному управлению Рязанским предпринимателям рассказали о том, какие документы теперь необходимы при приеме на работу гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Первая очередь касается иностранных граждан, особенно Таджикистан и Азбекистан, которые въезжают на территорию Российской Федерации в федеральный закон о внесенном изменении. Теперь на территорию Российской Федерации они могут въехать только по заграничным паспортам, по своим иностранным паспортам оформленным. В том числе большие изменения произошли и при оформлении на работу. Раньше это было разрешение на работу либо патент у физического лица, а сейчас введен единый патент для работы у юридического лица, у индивидуального предпринимателя и у физического лица. Разрешения для работы остались только у граждан, которые из дальнего зарубежья и которые прибывают к нам в визовом порядке. Еще одно ужесточение миграционного законодательства – это, безусловно, запрет на въезд для мигрантов-нарушителей. Теперь превышение четырехмесячного пребывания на территории России приведет к закрытию въезда на три года. Превышение в 270 дней и въезд будет закрыт на пять лет. А незаконное нахождение более года и шлагбаум для гастарбайтера-нарушителя закроется аж на десять лет. Поэтому иностранным гражданам тоже самое надо задуматься. Представляете, он здесь пробыл вроде бы вот, как-то мимо всех прошел, подзаработал тут чуть-чуть, выехал, но ему автоматически въезд будет при выезде закрыт на десять лет. То есть фактически всю свою трудовую деятельность, которую он может быть в России, ему будет закрыть. Кстати, за последние два года Россия уже закрыла въезд для более чем миллиона иностранцев. Причина – неоднократное совершение административных правонарушений и нарушение режима пребывания в стране. Отныне, как уверяют работники миграционной службы, имена всех пребывающих на территорию России граждан из сопредельных государств будет заноситься в единую информационную систему. Такой способ позволит отслеживать, выдворять и не пускать нежелательных для пребывания мигрантов. Есть единая электронная система, которая есть у нас в базе данных, и которая конкретно по срокам этим и контролируется. Въезд им при выезде, при пересечении границы будет автоматически. То есть она отслеживает пересечение границы, он вносится в эту базу данных. И при выезде из границы, если то же самое отслеживается, оформлялись ли им какие-то разрешительные документы, то есть патент, разрешение на временное проживание он получал, либо еще какие-то, которые давали ему закон находиться. Если не были оформлены эти документы, автоматический срок это вносится, и въезд закрывается на 5, либо на 10 лет. Это будет делано автоматизированно. Помимо четкого и неукоснительного соблюдения российских законов, мигранту теперь придется сдавать экзамены не только по русскому языку, но и истории. Так что без знаний исторических событий трудового патента гастарбайтеру не видать. А прибывает их в Рязанскую область ежегодно около 60 тысяч человек. А всего согласно новым поправкам в миграционном законе по данным ФМС, под запрет на въезд за нарушение правил временного пребывания могут попасть более миллиона иностранцев. Ну а теперь о легальных перемещениях людей. Прошлый 2014 год стал по-настоящему кризисным для российской туристической отрасли. Из-за экономической и политической обстановки граждане России стали заметно меньше путешествовать за границу. Туроператоры сообщали о снижении потока отдыхающих на целых 40%. В итоге резко уменьшилась и выручка туроператоров. Разорились даже несколько крупных компаний. В начале уже нынешнего, 2015 года, Ассоциация туриндустрии обратилась к депутатам Госдумы с предложением повременить с принятием нового закона об увеличении ответственности туроператоров. Как сообщает агентство Интерфакс, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму закона проекта об усилении ответственности участников туристического рынка и повышении уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы России. Отмечается, что изменения направлены на совершенствование законодательства в части правового регулирования прежде всего выездного туризма, в том числе на повышение защиты интересов потребителей туристических услуг и качеством предоставляемых услуг на создание прозрачного и контролируемого туристического рынка, на усиление ответственности туроператоров. Вместе с тем, ранее с критикой закона проекта выступила Ассоциация туроператоров России. Участники рынка заявили, в частности, о том, что отдельные нормы проекта, законно, неисполнимы. Мы решили узнать мнение директора одной из рязанских турфирм о планируемых изменениях законодательства. И оказывается на практике, что и у туроператора А с миллионным оборотом, фингарантий на 30 миллионов, и туроператора Б, у которого 100 клиентов за год, ВИП, тоже 30 миллионов фингарантий. Здесь существует некое неравноправие. Поэтому мы с вами не сидим в Госдуме, мы не принимаем законы, не придумываем все эти новшества. Но есть реальные люди в Ассоциации туроператоров России, которые видят эту проблему, знают эту проблему и могут подсказать. Отметим, что многие участники рынка не согласны с предлагаемыми изменениями. В частности, в Альянсе туристических агентств считают, что данные поправки – модификации прежних, доказавших свою неэффективность инструментов. И если закон будет принят в таком виде, то он фактически погубит турбизнес, никак при этом не защитив потребителя туру слуху. И еще одно трагическое событие случилось во вторник. Стало известно, что ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, узник нацистского лагеря смерти Собибор и участник единственного за годы войны успешного восстания в лагерях Алексей Ангелович Вайцин. Алексей Вайцин родился в 1922 году в польско-еврейской семье. Перед войной жил в городке Ходоров около Львова. В молодости увлекался футболом и даже был признан лучшим нападающим молодежной сборной Западной Украины. После присоединения территории этой части Украины к Советскому Союзу Алексей устроился работать секретарем в местную прокуратуру. В 1941 году был призван в армию, где служил в погранвойсках. Однако буквально через пару дней войны впервые оказался в плену. Оттуда практически сразу ему удалось бежать и начать подпольное сопротивление. Впрочем, в 1942-м Алексея Вайцина задержали вновь и направили в концлагерь Собибор. Последним, кому удалось побеседовать с Алексеем Ангеловичем, стал помощник прокурора на Рязанской области Дмитрий Плоткин. Алексей Ангелович Вайцин для Рязани фигура легендарная. Это единственный, оставшийся в живых к настоящему времени узник фашистского лагеря Собибор, участник восстания в этом лагере. К сожалению, в России мало кто знал вообще об этом лагере и об этом восстании. Хотя это было единственное успешное восстание в фашистском лагере за все годы войны. Побег из Собибора удался благодаря небольшой группе советских военнопленных, которая и стала организатором восстания всех узников. 14 октября 1943 года практически безоружным, вооруженным лишь подручными предметами для работы, им удалось расправиться с эсэсовской охраной лагеря и вырваться наружу. На одно время в разные мастерские, где работали эти заключенные, пришли эсэс. И практически на протяжении получаса практически все эсэсовцы, которые руководили в лагере уничтожением людей, и деятельность лагеря были уничтожены. Причем заключенные убивали их практически без всякого оружия. Там были топорики, которыми они там рубили лес, сделаны было несколько ножей. И вот один из эсэсов зашел, сел сапоги примерять в это время, получил удар по голове. Другой плащ примерял, тоже был убит, и у них было забрано оружие. И потом уже с этим оружием, с несколькими пистолетами, с топорами, заключенные вышли якобы на работу, и неожиданно Александр Петчарский крикнул товарищей к воротам. Из сотен сбежавших лишь около 50 человек сумели перебраться на советскую территорию. Среди них был и Алексей Ангелович Вайцен. Он вступил в партизанский отряд в Белоруссии. После войны служил в Псковском десантном полку, стал мастером спорта по парашютному спорту и переехал в Рязань. Алексею Ангеловичу Вайцену было 92 года. На неделе произошел интернет-скандал, связанный с Почтой России. Вернее, с якобы новой формой сотрудников ведомства. После появления в мировой сети фотографий, пользователи интернета выступили с активной критикой. Многие начали сравнить ее с формой офицеров СС. Первоначально фотографии появились в разных блогах, где говорилось, что так будет выглядеть якобы новая официальная униформа сотрудников Почты России. На фотографиях, которые распространили блогеры, представлены руководители региональных отделений организации. Сотрудники Почты России сразу заявили, что фотографии – это явная фальшивка. Ведь форма почтовых работников руководящего состава темно-синего цвета, а сотрудников отделений – более светлого оттенка. Форма на фотографиях, распространенных в интернете, была просто перекрашена в черный цвет. Так заявил начальник направления медиапроектов Почты России Вадим Носов. В Почте России также сообщили, что одежда не является новой формой, ведь она была введена еще в 2011 году, как парадное обмундирование для руководителей компании. А кроме того, эта форма для руководства уже не производится с 2013 года. Она упразднена. В общем, получился довольно обычный интернет-вброс. Хотя работа патчмейстеров все-таки вызывает нарекания у горожан. Недавняя реформа Почты России не оправдала своих ожиданий. Количество сотрудников сократили ровно на треть. Качество обслуживания остается прежним, а очереди не уменьшились. Почта России решила всерьез улучшить работу ведомства и начать нравиться россиянам. Сократили ненужных, по мнению чиновников, сотрудников, начав с менеджеров. А сэкономленные на бывших работниках средства обещали индексировать зарплату рядовых сотрудников, чей доход намного ниже рыночного уровня, взяв за пример зарплаты иностранных почтовых служб. Обещали, что ситуация будет кардинально меняться в ближайшие полтора-два года, что появятся обновленные форматы операционных помещений, квалифицированные консультанты и операторы. Скажите, пожалуйста, на Почту России ходите? На Почту России практически нет. А муж вот ходит, он ему письма часто присылает, он возмущается, и дети также. А чем возмущается? Долго очень стоят в очереди. Ну, по сравнению с прошлым годом стало намного лучше. Но все равно огромные очереди, маленькое количество персонала, постоянные толкучки. Однако, менталитет работников изменить непросто, даже когда зарплаты становятся более конкурентными. Ну да, персонал за огромное количество работы очень нервничает, часто что-то не успевает, и поэтому бывает, что хамят и грубят. Идеалом для подражания Почта России считает Почту Германии, до уровня которой отечественное ведомство намерено улучшить качество сервиса. Помогут ли радикальные реформы и удастся ли сократить количество раздраженных граждан и увеличить довольных работ Почты России с нынешних 15% до 60%, как всегда узнаем не сразу, лет через пять. На данный же момент Почта остается нашей самой упорной госмонополией, лучше всего передающей атмосферу советской эпохи. При этом о современных сервисах в духе выяснения местонахождения посылок по интернету зачастую не знают и сами почтовые работники. Ну а теперь о других коммунальных проблемах. На неделе резко изменилась погода, пришел атлантический циклон, вместо снега пошел дождь, ну и как следствие на дорогах и тротуарах образовался гололед. Перейти дорогу в нашем городе в зимний период задача не для слабонервных. Обочина покрыта льдом, а дорога, если не скользкая, то обязательно в воде. И если в центре города эта проблема как-то решается, то выйдя на периферию, можно схватиться за голову от ужаса. Пересечение улиц советской армии Касимовского шоссе вообще не самый удобный участок для пеших граждан. Налить на тротуарах не позволяет беспрепятственно перейти дорогу. Приходится, сгруппировавшись, спрыгнуть со скользкого тротуара и торопливо осеменить через проезжую часть. Времени на все про все 18 секунд. Именно столько горит разрешающий пешеходный сигнал. Как дорожку перешли? Замечательно. Легко? Очень. Да, скользко вообще, не очищаются дороги. Это ужас. Кошмар какой-то. Мы же думали, что забор сломанный. Хотели перебегать. Нам вот сюда надо, думал, подняться, потом сюда. Думаю, это же кошмар какой-то. Кстати, работа светофора также вызывает нарекания у граждан. Мы засекли, сколько времени проходит с того момента, как гаснет зеленый человечек и до того, как он вновь загорается. Получилось, что гражданам приходится ждать своей очереди больше пяти минут. А постольку-поскольку многим необходимо перейти следующий участок дороги, дабы не рисковать и не бежать наискосок всего перекрестка, пешеходы вынуждены вновь стоять в ожидании заветного зеленого человечка. Итого почти 11 минут личного времени на ожидание. И это в современных реалиях непростительное попустительство. На этих выходных, 18 января, в ночь с воскресенья на понедельник, православные христиане будут отмечать крещение Господне. Уже традиционно сотни горожан будут участвовать в купаниях. Сотрудники регионального управления МЧС обследовали по всей области почти 30 водоемов. Сотрудники МЧС ведут активную подготовку к крещенским праздникам. Купания в проруби будут организованы на Ореховом озере в ночь с 18 на 19 января. Всего в регионе будет действовать 26 оборудованных купалин. Сейчас инспекторы ГИМС тщательно проверяют дно каждой из них. Традиционно в ночь с 18 на 19 января каждого года в Рязанской области проходят так называемые крещенские купания. Если в прошлом году у нас было где-то около 16 мест для купания оборудованных, и по нашим подсчетам искупалось человек 800, то в этом году количество этих мест увеличилось. Мы планируем где-то прилив людей, кто искупается, до полутора тысяч. Элементарные правила безопасности – это Иордань должна быть не больше глубины, чем полтора метра, должны быть сходные лесенки для безопасного выхода и входа в эту купель. Также не рекомендуется скапливаться вокруг Иордани, лучше наблюдать все это действие с берега. Дабы обеспечить гражданам максимально безопасное купание, в праздничную ночь на водоемах будут дежурить более 200 сотрудников МЧС. На прошедшие новогодние праздники на водоемах Рязанской области происшествия не зарегистрировано. В целях обеспечения безопасности на водных объектах с 1 января сотрудниками ГИМС вместе с ПСС на воде, вместе с речной полицией, пройдено более 70 патрулирований. В связи с резкими перепадами температуры, лед на реке начал трескаться и истончаться. Рязанские спасатели напоминают любителям зимней рыбалки о технике безопасности и просят их не выходить на лед, дабы избежать неприятных последствий. Рязанские полицейские на неделе продолжали выявлять таксистов-нарушителей. Правоохранителям регулярно на центральных улицах города удается пресекать нелегальную деятельность таких перевозчиков. Рязанские полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок. Рейд по нелегальным такси проходил в центре города. Всего за время его проведения было составлено три административных протокола. Один автомобиль помещен на штрафстоянку. За прошлый год как раз было составлено 175 административных правонарушений. По городу Рязань 96, по Рязанской области 79. Хотелось бы отметить, что осуществление предпринимательской деятельности предусматривает штраф на граждан до 2000 рублей, на должностных лиц до 5000 рублей, на юридических лиц до 50 тысяч рублей. Соблюдение предпринимателями и водителями правил пассажирских перевозок находится на особом контроле полиции. Это связано с тем, что деятельность нелегальных такси несет угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров. Чаще всего такого рода нарушители не проходят на медицинский, ни технический контроль, что может привести к печальным последствиям для их клиентов. Хотелось бы отметить, обратиться к гражданам, чтобы они были более внимательны при выборе пассажира-перевозчика и по возможности истребовали у водителя специальное разрешение лицензии. А Рязанские дорожные полицейские сообщают о страшной автоваре, произошедшей накануне в Рыбновском районе. Там в результате лобового столкновения погибли два человека. Зимняя дорога. Сколько жизней она забирает ежегодно. Страшно представить. Особенно тяжело этот период дается пожилым людям. Зрение уже не то, да и видимость им на руку не играет. Утром 15 января в Рыбновском районе произошла страшная авария. 76-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-7 модели, потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу прямиком под колеса «Газели». Водитель «Жигули» и его, 74-летняя супруга, от полученных травм скончались на месте происшествия. На автодороге Рыбново-Константинова 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в сторону Константинова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «семерки» и его 74-летняя пассажирка погибли на месте. На этой неделе российские журналисты отметили профессиональный праздник. Ведь 13 января – это день российской печати. Благодаря царскому указу Петра I в этот день в далеком 1703 году в свет вышел первый номер российской газеты «Ведомости». Приурочено ко дню российской печати и подведение итогов главного рязанского журналистского конкурса «Хрустальный журавль». В этом творческом соревновании принимали участие и работники нашей телекомпании. Очередной 11-й по счету региональный творческий конкурс среди журналистов «Хрустальный журавль» получился весьма представительным и масштабным. Жюри пришлось оценивать более тысячи работ. На нынешней церемонии награждения глава региона Олег Ковалев отметил, что за прошедшие годы значительно выросло профессиональное мастерство работников местных средств массовой информации. Он призвал и дальше отстаивать активную гражданскую позицию. В номинации «Лучшая тематическая программа» победителем стала автор и ведущей программы «О чем молчит время» Ирина Ковалева за свои работы об истории удивительных мест Рязанской области, овеянных тайнами и легендами. «Радостно, потому что, наверное, каждый журналист в процессе своей деятельности задумывается, а кому это нужно, и нужно ли вообще, слышит ли меня кто-то, смотрит, читает, и стоит ли вообще продолжать свою работу дальше. И вот именно на этом конкурсе ты понимаешь, что, да, наверное, все-таки стоит, и двигаемся в правильном направлении». Еще одним победителем только в специальной номинации «Цени свою жизнь» стала автор программы «Время жить» Олеся Котровская. Программа знакомит зрителей с последними новостями в области медицины, спорта и здоровья. А лучшим молодым журналистом года признан автор программы «Хай-Тек Ньюз» Сергей Тутубалин. В своей еженедельной информационно-развлекательной программе Сергей рассказывает о мире гаджетов, интернета и высоких технологий. «Больше всего я благодарен, наверное, идее, потому что я рассказываю о высоких технологиях, устройствах бесспорно интересных и, ну, в хозяйстве, грубо говоря, полезных. Поэтому я считаю, что каждый человек в современном обществе должен знать о тех гаджетах, которые его окружают, и то, что это устройство вовсе не такие страшные и какие-то мудреные, как может показаться на первый взгляд, а, в принципе, простые и, наоборот, полезные». Лауреатом конкурса «Хрустальный журавль» за лучшую тележурналистскую работу стала автор и ведущая программы «Вызов принят» Олеся Харлина. А специальную премию получил звукорежиссер телекомпании «Город» Максим Акулин. Именно благодаря его профессиональным навыкам вы, дорогие зрители, можете слышать рассказы журналистов о самых актуальных новостях и заметных событиях. А коллектив телекомпании обещает и дальше придерживаться такой редакционной политики. «Приятно. Только что закончилось награждение. Два журавля». «Вот что мы можем сделать для вас и для наших телезрителей?» «Говорить только правду». Мы поздравляем наших коллег с победой на почетном региональном конкурсе профессионального журналистского мастерства «Хрустальный журавль». Желаем им и в дальнейших крупных творческих успехов и не менее крупных побед. Еще раз поздравляем наших коллег с заслуженными наградами. И напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские, либо коммунальные проблемы или неудобства, то звоните нам и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. На этом наш итоговый информационный выпуск подошел к концу. Желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин